здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу поговорить о том стоит ли к нам приезжать повторно этот вопрос постоянно возникает и я хочу объяснить что же происходит в процессе очного курса и тогда станет понятно стоит к нам приезжать еще раз или собственно нет причина аутизма а также других отклонений в развитии как мы это видим из нашего опыта это в основном энцефалопатии различного происхождения и локализации происхождение этих энцефалопатии может быть разное там это может быть вирусные поражения это могут быть гормональные нарушения у матери во время беременности могут быть гормональные нарушению ребенка может быть очень много всякого разного другого и большинство этих повреждений сопровождаются воспалениями в мозговой коре обычно также повреждается печень, повреждается поджелудочная железа и повреждается кишечник. Там возникает воспаление довольно такого специфического характера, нарушается усвояемость всяких полезных веществ из пищи и, собственно, возникают те самые симптомы, которые все мамочки, которые интересуются темой, обычно знают. Часто повреждаются также всякие дополнительные органы, например, почки или там воспаляются лимфоузлы по всему телу. В общем, всякое разное бывает. Также некоторые виды аутизма прогрессируют с возрастом и состояние ребенка может ухудшаться. Могут появляться новые признаки. Например, ребенок, который изначально был относительно спокойным, вдруг становится агрессивным. Может появляться самоагрессия, могут появляться новые стимы, могут возникать истерики. Собственно, у некоторых они изначально есть, а у некоторых они могут возникать через сколько-то лет. Могут возникать признаки ДЦП, может возникать непереносимость дополнительных продуктов. То есть, ребенок, скажем, который раньше ел нормально, допустим, глютеновые продукты, вдруг оказывается, что глютен уже для него тоже отрава. Потом пубертат вносит соответственно свои коррективы, и все это весьма тяжело. Что у нас происходит в процессе очного курса? Начинаем мы всегда с того, что оцениваем состояние ребенка. Собственно, по состоянию ребенка уже дальше можно примерно прогнозировать, как пойдет его выздоровление и развитие. Если повреждение, вот это вот воспаление еще не очень большое, то трех недель вполне хватает для того, чтобы его полностью убрать, и чтобы ребенок, в общем, уже начал показывать весьма неплохие результаты в своем продвижении. И достигается это через такие фазы. Снимается воспаление, как я как-нибудь расскажу в другом видео. Воспаление снимается с головного мозга, со спинного мозга, улучшается кишечник. Если нужно, мы рекомендуем диету, если нужно, мы рекомендуем какие-то витамины, если нужно, мы рекомендуем наоборот что-то убрать. Происходит укрепление иммунитета. Организм ребенка получает возможность к дальнейшему развитию. И начинается рост новых клеток. Там, где из-за болезни собственно организм не мог развиваться. Потому что есть такое интересное явление, что если, скажем, кора головного мозга воспалена, допустим, в лобных долях, то кора там расти не будет. И толщина ее будет, скажем, у ребенка 7 лет с аутизмом, она будет тоньше, чем у ребенка с того же возраста без аутизма. Когда дети выходят из совсем больного состояния, то они, как правило, отстают в развитии от своих сверстников. Собственно, это естественно, потому что степень обучаемости у больных детей, она гораздо хуже, чем у здоровых детей. И поэтому ребенок очень многое не может усвоить в процессе болезни и очень многое пропускает. И когда ребенок начинает функционировать более-менее адекватно, например, у него прекращаются истерики, он прекращает там кусаться, биться головой об стенку, то тут уже можно начать наблюдать, какой у него уровень развития. Собственно, этот уровень развития может быть установлено психологом в специальных заведениях по месту жительства. И, скажем, в Европе это, как правило, такой тест проводят. И, например, скажем, если ребенок трех лет приезжает с развитием на шесть месяцев, то понятно, что когда он будет выздоравливать, то начнет он развиваться с этих самых шести месяцев. Поэтому не надо ждать, что ребенок, у которого изначальное развитие было на шесть месяцев ментальное, не надо ждать, что когда он будет выздоравливать, что он сразу же догонит свой возраст. Он его догонит, просто это займет какое-то время. Во время и после лечения дети становятся обучаемыми и начинают очень активно догонять. Собственно, в процессе курса прекращается гибель клеток из-за повреждения. Начинается процесс общего заживления и развитие коры головного мозга. После окончания курса этот процесс продолжается. Скорость роста новых клеток из ускоренного под воздействием наших методик постепенно выходит в нормальный. То есть ребенок начинает развиваться так, как это, в общем, характерно для него. Если повреждения не очень глубокие, то одного курса замечательно хватает на то, чтобы ребенок функционировал не хуже других детей. То есть он фактически догоняет свой возраст, идет в школу и, в общем, как бы все становится хорошо. В таких случаях повторный визит дает ребенку дополнительный потенциал развития и позволяет вывести его просто на новый уровень развития. То есть ребенок, который был просто средним, становится выше среднего. Если повреждения очень сильные, например, МРТ и электроэнцефалограмма показывают отсутствие или недоразвитие каких-то областей, то одного курса может даже не хватить на то, чтобы полностью все зажило и развелось, так сказать, настолько, чтобы количество нервных клеток вышло бы на возрастную норму. В таком случае повторный визит позволяет ребенку восстановиться до нормы. То есть фактически второй раз, когда такой ребенок приезжает, то воспаление у него уже отсутствует и, собственно, курс уже направлен на то, чтобы стимулировать активный рост нервных клеток и чтобы ребенок уже смог, так сказать, выйти на тот уровень, который, в общем, ему необходим. Оптимальный период между курсами это где-то 8-9 месяцев. За этот период потенциал, заданный первым курсом лечения, уже используется полностью и ребенок уже выходит на свою нормальную скорость развития. Естественно, мы предполагаем, что между курсами родители интенсивно занимаются с ребенком, потому что растущие нервные клетки требуют, так сказать, нагрузки. Ребенка необходимо тренировать, то есть дефектолог, логопед, всякие развивающие занятия, это все обязательно и необходимо. То есть сам ребенок, он, конечно, будет учиться, но как даже самый здоровый ребенок, если его, так сказать, не развивать и не обучать, то, скажем так, он тоже немного достигнет. Поэтому для того, чтобы ребенок как можно быстрее догнал уровень своих сверстников, с ним необходимо постоянно заниматься. для контроля изменений рекомендуется вести дневник изменений. То есть из того, что я сказала, в общем-то, следует то, что, да, повторный лечебный курс в центре БРДАВИД позволяет дать ребенку новый потенциал для ускоренного развития и вывести его на новый уровень развития. Помимо этого, нужно не забывать, что мы занимаемся не только ребенком, мы лечим всю семью, и это понятно почему, потому что ребенок не растет в вакууме, он завязан на своих родителей, и если родители больны, то ребенок здоровым тоже, в общем-то, быть не может. И в процессе очного курса многие, собственно, из родителей могут признать, что их здоровье весьма улучшилось, и некоторые даже избавились от весьма серьезных заболеваний. И повторный визит дает взрослым членам семьи возможность, во-первых, поддержки, во-вторых, дальнейшего улучшения своего здоровья, и, собственно, ну и, собственно, вот, это вот итог. Так что, если подвести, так сказать, полный итог, то да, конечно, повторный курс вот такой вот точный у нас, интенсивный, это очень полезно для здоровья всей семьи, в первую очередь для ребенка, но и для взрослых тоже. Спасибо, до свидания, всем хорошего дня. отечество, до свидания, растество,